Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответят их сыны, хотят ли русские войны. Эти строки из стихотворения русского поэта Евгения Евтушенко прочитал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Специально для постпреда России Василия Небензи на очередном заседании Совета Безопасности ООН еще в 2020 году. И тут же продолжил. И знаете что, Василий Алексеевич, я тут подумал, что ответом на вопрос, хотят ли русские войны, в условиях сегодняшней России, станет парад 9 мая на Красной площади. Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники. Того Сахамова Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как представляется, не из умов. Так хотят ли русские войны? Небензи тогда промолчал, но все мы знаем, что случилось всего два года спустя, когда 24 февраля 2022-го Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины. Можно ли назвать слова Сергея Кислицы пророческими? Вряд ли, ведь к тому моменту война, развязанная Россией, шла уже восьмой год, с 2014-го. Цитируя Евтушенко Кислица, в который раз за время своего пребывания на посту постпреда Украины в ООН напомнил, «Война продолжается». Что известно о генерале дипломатического фронта Сергея Кислица? Как он защищает интересы Украины на международной арене? Почему его называют главным экзорцистом ООН? И что дипломат называет залогом мира в Украине? Смотрите далее. Назначение на пост постоянного представителя Украины в ООН Сергей Кислица получил в декабре 2019-го. На тот момент он был на дипломатической службе уже практически 30 лет. Огромный срок, говорящий о достойном опыте и профессионализме. «Присутствие Украины в ООН, вопросы выживания нашего государства», сказал Кислица в своем первом интервью на новой должности. На сегодняшний день наше участие в Организации Объединенных Наций – это не академическое, не теоретическое дело, а вопрос выживания нашей страны, вопрос окончания войны. И это тот главный приоритет, который ожидает от меня руководство страны, и которым я буду заниматься в первую очередь. Работу дипломата нельзя пощупать, нельзя взять в руки и оценить наглядно. Но это титанический труд. Каждый день дипломат общается с иностранными коллегами, каждый день идет тонкая игра слов и убеждений. На примере Украины в эту ежедневную коммуникацию на постоянной основе вплетается информация о войне, которую Россия ведет против Украины и ее последствиях для всего мира. Скажем, рассматривается вопрос гуманитарной ситуации на оккупированных территориях без привязки к Украине. Ведь военных конфликтов в мире много. Мы про это говорим с точки зрения того, что происходит у нас. Если это экология, то мы говорим про экологические последствия на оккупированных территориях. Вспомните проблему с остановкой откачивания воды из затопленных ша. Если это образование, то мы говорим о проблемах образования в захваченных регионах и так далее. Кислица – это рок-звезда западной дипломатии, человек, который просто выступает нереально круто, демонстрирует всему миру юридические тонкости и прецеденты, демонстрируя неадекватность нахождения России в ООН. И нужно признать, делает это украинский пост пред филигранно, тонко и поэтично. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответят их сыны, хотят ли русские войны. На дипломатическом уровне Сергей Кислица поднял куда более важный вопрос. «Легитимность и нахождение Российской Федерации в составе ООН в принципе». Было понятно, что международное сообщество было склонно закрывать глаза на масштабное нарушение Российской Федерации, всей логики международного общения и всей логики международного права. Начиная с декабря 1991 года, когда беспринципно и дерзко, в нарушение всех правил и соответствующих статей статута ООН, Российская Федерация оккупировала место постоянного члена Совета Безопасности ООН. И эта сделка была проведена за закрытыми дверями с главными игроками того времени. Как так вышло, что страна, которая позиционирует себя чуть ли не империей, на самом деле является всего лишь жалким отбросом, нарушившим все возможные международные законы и принципы. Россия неправомерно входит в Совбез ООН и вообще в ООН как таковой по одной простой причине. Вошло, исторически ситуация была следующим образом. Советский Союз хотел войти 15 республиками, но Запад понимал, что если Советский Союз войдет 15 республиками, у них будет большинство во время голосования. Они говорят, хорошо, для вас даем три места. И получилось так, Украина, Беларусь и Советский Союз дали три места, но не России, а именно Советскому Союзу. Когда Советский Союз распадается, ООН говорит, Украина входит, потому что правонаследник ОРСР, Беларусь входит, потому что правонаследник своего прототипа советского, а Россия взяла документы, подделала, там была встреча в Средней Азии, и они говорят, ну вот, а мы входим вместо СРСР. Но вступления не было. Россияне не могут показать документы, подтверждающие их нахождение в ООН. Соответственно, эту историю переносим на совбез ООН. Может ли страна быть совбезе ООН, которая не есть членом ООН? Украинские дипломаты и политики неоднократно поднимали этот вопрос в Генеральной Ассамблее ООН. Задает его с завидной регулярностью и сам Сергей Кислица. Но, задаюсь вопросом, являлось ли вообще присутствие России в ООН когда-то легитимным? Задаюсь вопросом, вообще в этом зале, в этой Ассамблее, было ли голосование когда-то в соответствии с пунктом 2, статьей 4? О принятии Российской Федерации в состав ООН. Хотелось бы спросить делегатов, страны которых проголосовали за принятие Российской делегации в состав ООН, поднимите, пожалуйста, руку. Кто-то может мне очки надеть, поскольку, наверное, зрение подводит, я что-то не вижу ни одной руки поднявшейся. Кто-то проголосовал, какая-то страна проголосовала за членство России? Ну что же, задумайтесь над этим. Вопрос риторический, а в зале тишина. Мне рассказывают сотрудники, которые занимались этим вопросом до меня, что они ходили в архив секретариата, где все знаете, как в американских фильмах про архивы и полицию. Коробки стоят с документами. Они приходят в архив и говорят, а дайте нам, пожалуйста, файл, который посвящен оформлению членства Российской Федерации в ООН. Им дают коробку, ну как в кино, реально Голливуд. И у них же на глазах это вы можете смотреть, а это вы не можете смотреть. Это мы вам дадим, а это засекречено. Поэтому вот такая ситуация, практически детектив. Возникает закономерный вопрос. На каких основаниях, почему страна-агрессор, страна-террорист, страна-убийца до сих пор входит в состав ООН, организации, которая была создана после Второй мировой войны, чтобы избежать войн в будущем? Ядерная тема и то, что Российская Федерация имеет ядерное оружие, является причиной, почему все 30 лет мир закрывал глаза на действия РФ, и также является причиной, почему на сегодняшний день ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж, как постоянные члены Совета Безопасности, не готовы вести переговоры об исключении Российской Федерации состава Совета Безопасности. Потому что то обстоятельство, что у РФ есть ядерный потенциал, является темой очень сложной, и ни одна страна не может себе позволить вести себя безответственно по отношению к российским угрозам. 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, на Экстренном Совете Безопасности ООН Сергей Кислица уже не сдерживал эмоций и требовал своего якобы коллегу, постпред РФ Василия Небензю, сложить полномочия и остановить кровопролитную войну. Слишком поздно, дорогие коллеги, говорить о деэскалации. Слишком поздно президент России уже объявил войну. Может быть, вам сейчас видеоролик пустить, обращение вашего президента, господин посол, вы объявили войну. Это ответственность этого органа остановить войну. Поэтому я прошу каждого из вас сделать все возможное, чтобы остановить войну. Опять я вынужден сказать фразу, что я благодарен представителю Украины за его выступление. На вопросы я отвечать не планирую. Все, что я знаю сегодня, я уже сказал. Будить министра Лаврова в это время я не соберусь. Мы сказали вам, что информацию о том, как развиваются события, вам предоставим. И не называйте это войной, это называется специальная военная операция на Донбассе. С первого дня так называемой специальной военной операции на деле полномасштабной кровопролитной войны России против Украины и всего цивилизованного мира украинская дипломатическая делегация ООН во главе с Сергеем Кислицей работает нон-стоп буквально 24 на 7. К тому же украинская группа состоит всего из 7-8 человек, в то время как российская банда убийц. В несколько раз превышает их, по численностей. Да, но вопрос мотивации. Когда ты борешься за свою страну, за выживание и за миллионы людей, которые стоят за твоей спиной, ты работаешь и днем, и ночью. Я знаю, кстати, наши представители, это прекрасные люди. Их действительно немного. И условия у них не самые лучшие. И не живут они в хаусах на Манхэттене, как русские. Силы неравные, но наши за счет патриотизма и понимания то, что здесь умирают люди, они делают в миллион раз больше. Поэтому, на самом деле, дипломаты – это тоже те солдаты, которыми мы должны гордиться и за границей, и в Украине. Одной из первых значимых и весомых побед украинской дипломатии стало исключение России Совета по правам человека Денассамблеи ООН 7 апреля 2022 года. Перед решающим голосованием Сергей Кислица произнес речь. Через несколько минут у вас будет возможность доказать, что вы неравнодушные наблюдатели. Все, что вам нужно сделать, нажать кнопку «Да» и спасти совет по правам человека и множество жизней по всему миру и в Украине. С другой стороны, кнопкой «Нет» вы запускаете механизм и увидите красную точку на экране. Красную, как кровь утраченных невинных жизней. Эта картинка будет с вами и всеми нами до тех пор, пока память не покинет нас. Подумайте об этом. И наша резолюция была сформулирована таким образом, чтобы забрать права у России в Совете по правам человека. Она стала таким себе овощем, то есть она могла бы и дальше присутствовать на заседаниях Совета, но не могла ни голосовать, ни вносить свои предложения. Конечно, Российская Федерация решила, что это очень унизительно для такой «великой» в кавычках страны, как Россия и выкинула белый флаг, как я говорю. Но вы же понимаете, когда вас уволили, вы уже не можете написать заявление об увольнении по собственному желанию. Предпосылкой к этому важному решению стала блестящая словесная дуэль Сергея Кислицы со своим недооппонентом российским постпредом Небензий. Очередной конфликт в зале Совета Безопасности ООН начался из-за ужасающих событий в украинском городе Буча, обнаруженные там сотни изувеченных тел убитых мирных жителей. Мужчин, женщин, детей и стариков после отхода российских войск в Москве цинично назвали якобы провокацией. Министр иностранных дел РФ Лавров тогда ляпнул, мол, нагнетание истерики якобы направлено на срыв переговорного процесса. В последние дни пропагандистская машина Запада и Украина работает исключительно на раздувание истерики вокруг видеоряда который был снят украинскими как мы понимаем военными Украинской службе безопасности в городе Буча Киевской области. Возникает вопрос в чем причина этой откровенной лживой провокации правдивость которой оправдать просто невозможно. Мы склонны думать что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Весь мир понимал эти слова наглая ложь. И никто им конечно не поверил. Генеральная прокуратура Украины вместе с независимыми международными исследователями уже собрала тысячи доказательств что трагедия в Буче военное преступление российской армии против украинцев. Преступление против человечности. Несмотря на неоспоримые доказательства о виновности России Небензя вторил словам своего патрона Лаврова как заведенный. Но делал он это так же криворуко и топорно как все что делается на Московии. В своей пафосной речи Небензя ссылался на интервью украинки о событиях в Буче российскому изданию Медуза. Населенные пункты Киевской области российским Небензи было доставлено А почему А почему А почему же он не цитирует его полностью? Разрешите мне зацитировать это интервью которое представитель Путина хотел использовать в своих целях. Бывало так что российские солдаты передавали сухпайок в подвал А потом кидали туда гранату Это о вашей гуманитарной помощи вслед которой летит граната. Именно после этого эпизода Украина добилась невероятного результата на дипломатической арене о котором мы рассказали выше исключение России из Совета по правам человека Генассамблеи ООН Следующий шаг исключение Московии из Совета безопасности и состава ООН в принципе Россия недооценила Украину ни на поле боя ни на площадке ООН Украина показала что это хоть и молодая школа дипломатическая но она уже такая очень дерзкая и она как раз отображает возвращение нашей независимости Если говорить об Украине как государстве со времен Киевской Руси когда еще и России не было а мы были то у нас всегда была сильная школа дипломатии начиная от князя Ярослава заканчивая Балданов Милицкой Мазепой у нас всегда были сильные дипломаты Украина всегда прекрасно коммуницировала с внешним миром а нас всегда знали вот соответственно мы вернули свою школу не вот эту советскую школу подарить часы с прослушкой подарить какого-то орла с микрофонами это русские делают а Украина налаживает длинные хорошие качественные дипломатические отношения вот в этом разница между нашими двумя государствами на этой разнице огромной разнице между украинскими дипломатами и сборищем хамов и страны убийцы бесполезно надрывающих глотки хочется остановиться отдельно ведь как говорится встречают по одежке а провожают по уму русские то в ресторане загуляют то автомобиль запаркуют где не попало потом эвакуаторы его увозят то где-то в драку пьяные влезут то вместо послов этих вместо дипломатов шпионов поприсылали их упаковали отправили в Россию вот поэтому то наркотиками занимались с послами и дипломатами на России действительно беда и чтобы найти этому подтверждение даже не нужно быть детективом достаточно просто открыть гугл и правильно задать вопрос попробуем итак вот вам пример российских послов пытающихся скрыть свои махинации с наркотиками МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане настоящая цель которого создать дымовую завесу на фоне развертывания дела о контрабанде кокаина из посольства России в Аргентине напомню дело касается попытки вывести российским государственным самолетом из посольства Аргентины в Россию 400 килограммов кокаина на 35 миллионов евро видимо часть того кокаина сразу же была использована дипломатами по назначению так и не попав в расфасовочные пакеты а вот например другая занятная история здесь главными героями стали российские атташе в Латвии и водка много водки судя по всему ситуация следующая в одном из караоке баров Риги отдыхало несколько граждан Украины которые пели песни на украинском языке это очень не понравилось атташе страны агрессора и он заплатил администрации клуба 2000 евро за то чтобы те не выполняли заказов украинцев сам же дипломат с особым надрывом исполнял российский шансон и песню скандального певца Сергея Шнурова Москва по ком звонят твои колокола кстати по сюжету песни Москва должна сгореть инцидент в караоке баре закончился классической дракой после чего российский атташе вынужден был официально извиняться имя голоса России страна агрессор безусловно умалчивает а посмотрите как интеллигентно российские дипломаты ведут беседы с официальными представителями других стран вот например заместитель постпреда РФ Вонса Франков уважительно обращается к своему британскому коллеге не смей оскорблять Россию больше все делаете для того чтобы это взаимодействие было подорвано именно поэтому посмотри на меня глаза ты не отводи что ты глаза отводишь методы современной российской так называемой дипломатии не только не дипломатические то есть откровенно хамские но и устаревшие на России как и во временах холодной войны до сих пор играют в шпионские игры согласно инфографике интернет-издания слово и дело российских послов и дипломатов высылали из цивилизованных стран мира с 2014 по 2021 годы в большинстве случаев по обвинениям в шпионаже дальше больше в марте 2022 правительство США выслало сразу 12 российских дипломатов по обвинению какая неожиданность тоже в шпионаже но ветку первенства в российском псевдодипломатическом кодле без сомнения держит пост пред РФ в ООН Василий Небензя Небензя похож на убийцу мне кажется он такими является по своей сути просто похож на серийного маниака и вот он этим занимается он в ООН занимается крышеванием убийц Путина Шойгу Кадырова вот этого повара лобстерного Пригожина путинского вот он и занимается крышеванием но крышевание убийц лишь часть должностных обязанностей господина Небензи если бы не дипломатическая карьера пост пред РФ в ООН вполне мог бы сделать себе мировое имя на сочинении сказок и небылиц весьма абсурдных и неадекватных судя по их содержанию но не судите строго творческую натуру так легко обидеть такой беспилотник транспортирует заданный на район контейнер с большим количеством комаров переносчиков инфекции и высвобождают их при укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний пояснение прямо подчеркивается что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи в силу чего цитирую заболевание может быть более ценным военным инструментом чем самое современное вооружение и военная техника да что ты черт побери такое несешь если тебя мучают дурные предчувствия забудь о них иначе попадешь в ад к слову про ад пост преда украины Сергея Кислицу за глаза называют главным экзорцистом ООН такое негласное прозвище украинский дипломат получил после того как не бензи напомним человек тонкой душевной организации покинул зал совета безопасности ООН перед выступлением Кислицы заявил мол не желает слушать злостные тирады бедняжка Кислица написал тогда в своем твиттере сила экзорцизма социальных сетей хотел бы предупредить вас что я не буду слушать еще одну порцию злобных тирад представителя украинского режима в совете и тем самым доставлять ему странное и порочное удовольствие сказал не бензи упомянув мои твиты и ушел какое наслаждение посты в твиттере как особый вид искусства и троллинга Сергей Кислица настоящий мастер этого дела вот например как тонко и ненавязчиво украинский дипломат печется о психическом нездоровье небензии членов его делегации галлюцинации это когда видишь или слышишь то чего нет и бесконечный список других негативных симптомов это тяжелое состояние но позвольте мне предложить чтобы эти симптомы изучались и лечились не в этом зале и не дипломатами они требуют другого типа квалификации и других должностей но троллить кислиться умеет и без слов так на одном из заседаний совета безопасности он украинский дипломат демонстративно читает книгу что не так с дипломатией пока его недоколлега небензия снова мямлит что-то несуразное а вот фото и пост в твиттере кислицы сразу после голосования за резолюцию генассамблеи оон об осуждении псевдореферендумов в оккупированных россии частей запорожской херсонской областей украины о боже не вижу сколько вы говорите проголосовала за россию 4 вот это да не стесняется сергей кислица в словах и выражениях и в адрес бункерного карлика даже дельные советы путин удает если он хочет совершить самоубийство то не нужно использовать ядерное оружие он должен следовать примеру того типа в берлинском бункере в мае 45 хлесткая манера выступлений прямолинейная подача важной информации визитная карточка сергей кислицы дипломатия стала как и политика очень медийной и сухие месседжи пустые заявления не работают ну никто из нас не слышал там о чем говорит Уганда да или Руанда или я не знаю какая-то другая страна но все слышат о чем говорит Украина а Украину слышно Украину видно ее цитируют ее показывают ее хотят слушать да он может пошутить может потроллить но снова же все шутки уместны весь строллинг юридически обоснован да это форма подачи сложных материй он легко и доступно подает супер важные вопросы которые понимает весь мир ну и прекрасно то что наши чувства юмора от Мексики до Китая все понимают всем нравится более того это объединяет даже тех стран которые бы наверное и не хотели быть против России но теперь не могут не быть с Украиной и соответственно они переходят на нашу сторону это прекрасно впереди как говорит сам Сергей Кислица еще очень много работы как на поле боя так и на дипломатическом фронте представить себе сценарий что Российская Федерация подписывает соглашение о прекращении вооруженного конфликта или так называемое мирное соглашение и на следующий день ООН возвращается к бизнес из южиал как обычно это будет большой исторической ошибкой но украинская делегация в ООН готова и к ненормированным рабочим графикам и к жесткому противостоянию стране-агрессору на вопрос же что является залогом мира для Украины Кислица отвечает одних побед на линии фронта к сожалению недостаточно военная победа на территории Украины разгром вооруженных сил Российской Федерации вытеснение их за пределы границ государства которые признаны всем миром по моему мнению не будет означать конец войны потому что если не будет проведена депутинизация режима в Российской Федерации мы к сожалению будем жить в постоянном напряжении под постоянной угрозой повторной военной интервенции но во что Кислица верит безоговорочно так это в победу Украины и в то что виновные в этой жестокой кровопролитной войне обязательно будут наказаны еще в первые же дни вторжения я сказал Небензе что военные преступники не попадают в Чистилище они попадают сразу в ад и эта циничная вера в то что они попадут в ад меня каждый раз успокаивает потому что я знаю что Бог will take care of them Бог позаботится о них понимаете поэтому все будет хорошо мы победим они окажутся в аду а украинцы будут жить в счастливой обновленной и отстроенной Украине украине не окажутся в восстречении но даже яase уверен и вот в чем-то ầев тебе смотри на